Команда «Водник» вновь доставила удовольствие своим болельщикам и одержала победу в Кубке Европейских чемпионов, обыграв сильнейшую команду Швеции Эдзбюн. Что было самым трудным в финальной части Кубка? Этот вопрос я адресую исполнительному директору общественного фонда «Водник» Борису Скрыннику. Здравствуйте, Борис Иванович. Здравствуйте. Ну так что же по-вашему было самым трудным в финальной части Кубка? Я думаю, что в организационном плане трудностей никаких не было. То есть все уже отработано за многие годы. Четкая работа наших менеджеров позволила и хоккеистам вовремя удачно прилететь, готовиться. Самое трудное, наверное, было готовить ребят психологически и суметь восстановить ко второй игре ребят через день. Это достаточно, потому что два перелета команда делала в Швецию и обратно, когда соперник делал один перелет. Поэтому была сделана ставка тренерским составом на первую игру, где игроки должны были выложиться, показать результат, чего они и добились. И второй этап – это было уже восстановление психологической готовности наших игроков. Специалистов привлекали? Нет, у нас работают специалисты. Шведский тренер очень хорошего уровня, который как раз готовит по физической подготовке. Владимир Владимирович достаточно сильный психолог, можно сказать, очень сильный. И, конечно, здесь ребята старались, но качество погоды, конечно, еще подвело, вододет, все перепады, плохой лед, снег. В общем-то, Водник показал во второй игре уверенную, но, может быть, не совсем красивую игру, по крайней мере. Но результатом довольны. Результатом, конечно, мы довольны. Борис Иванович, думаю, согласитесь, что современный спорт – это большой бизнес. И вот однажды в одном из интервью вы сказали, что успех команды и ее победы зависят в первую очередь от грамотного менеджмента, а уже во вторую очередь от искусства тренера. Точка зрения не изменилась? Я, наверное, может быть, не так сформулировал в тот раз ответ, потому что я считаю, что и в менеджмент входит искусство тренера. Потому что это один из менеджеров. В общем-то, мы все ведь наемные. То есть я, другие начальники команды, руководители, мы все наемные работники, клубоводник. Мы выполняем волю болельщиков, волю руководства нашим клубом, волю спонсоров. И, конечно, это все входит в один вид. То есть работа тренера и менеджмент тоже перечисляют? Конечно, входит. Конечно, здесь менеджмент, искусство тренера, конечно, это все, наверное, единое. Оно уже сейчас не может быть разделимым. Так же, как готовность врача, массажиста и тот, кто точит коньки. Все зависит от этого. Все работает на один результат. Все работает на один результат. Насколько слажено это будет. Вот многолетнее чемпионство водника, я думаю, наверняка вызывает зависть у соперников, которые не могут, так сказать, доказать свое превосходство на льду. Так вот, случалось ли испытывать, скажем так, неспортивные методы давления на клуб с их стороны? Выбить из колеи, скажем. Ну, в общем-то, я думаю, что, конечно, вызывает недовольство у соперников, у болельщиков соперников, но и не только, наверное, у соперников, а, наверное, и у своих вызывает уже недовольство. Какое-то, значит, результатом водника того, что, несмотря на все препоны, препятствия, водник стабильный, показывает результат, показывает хорошую игру, от чего мы добиваемся. Конечно, много идет очень в прессе, в иногородней прессе, давление идет внутри федерации, давление идет, вот в том году, у нас же есть пример, когда практически вытеснены были из сборной практически все работники, то есть все, кто в клубе водник, то есть практически не убирая меня, то есть официально не убирая, я был отодвинут от работы в сборной России, также и практически, наверное, и все остальные. То есть постоянно сталкиваемся с этим? Да, мы сталкиваемся, но опять-таки результат, прошлогодний результат как раз национальной сборной, и показал, что, в общем-то, без участия водника, наверное, трудно добиться результата, и поэтому я думаю, что в данный период мы нашли общий язык с руководством федерации, я являюсь вице-президентом федерации, меня весной, не весной, а в августе избрали вице-президентом федерации, я вновь ответственный за национальную сборную. То есть опять допустили такие, да? Опять меня к телу допустили, и поэтому, значит... А вообще, насколько вот важно для успеха выстроить отношения с федерацией, лично с господином Поморцевым? Ну, видите, мы, наверное, дошли до такого уровня, плодник, он может быть независимым. Практически мы это и делали, и делаем. Если мы раньше соблюдали какие-то рамки, то сейчас мы, в общем-то, где неправильно, мы начинаем говорить об этом громко, что это неправильно, так нельзя делать, это вредит развитию хоккея с мячом, это вредит развитию команд. Поэтому мы стараемся уже говорить, и в форме диалога, конечно, без амбиций, то есть без ультиматумов, ну, мы, по крайней мере, на данный период... Свою точку зрения высказываете. Свою точку открыто высказываем. То есть можете себе это позволить. Это мы себе уже можем позволить, да. Это здорово. Ну, вы великий мастер у нас, да, Борис Иванович? Вам уже удалось не только выстроить отношения, как вы сказали, с Поморцевым, с федерацией, вице-президентом, но и с областными властями, да? Но власть-то сменилась. У нас нынче новый глава региона Николай Киселев, и он у нас является поклонником лыжных гонок, в отличие от господина Ефремова. Вот как вы думаете, не скажется ли увлечение нынешнего губернатора на финансирование клуба? Ну, у нас лыжами в области многие занимаются. Виталий Сергеевич Фартыгин, президент лыжной федерации. Так что здесь, однако, это же ему не мешает приходить на игры «Водника», по крайней мере, соучаствовать в каких-то событиях, поддерживать. И он достаточно, значит, так это делает обаятельно, или как даже можно назвать, не знаю, по крайней мере, приятно, когда он общается. Но что касается Николая Ивановича Киселева, я бы хотел сказать историю. Фонд «Водника» был создан в самые тяжелые времена «Водника». Это при участии Балакшина. И там была сразу же такая договоренность, что президентом фонда будет являться губернатор Архангельской области. Потому что практически все, вся поддержка, вся помощь, в первую очередь, должна зависеть, наверное, от губернатора, когда ей, при том, еще команда находится на таком уровне. Вот вы заметите, национальная сборная играет в футбол или что-то, президенты стран присутствуют. Ну, это сразу статус, да? Конечно, это определенный статус, это определенное понимание. Тем более сейчас, когда идет понимание, что без спорта, без физкультуры уже сложно обойтись. Поэтому здесь Николай Иванович, я думаю, поддерживает. Но Николай Иванович президентство получил, да? Да, он президент фонда «Водника». Николай Иванович подписал, сейчас, будучи о Швеции, на переговорах по экономическим вопросам, он успел быть в Сан-Викине, подписать договор между клубом «Сан-Викин» и архангельским «Водником». «Сан-Викин», спонсоры клуба «Сан-Викин» — это мощная стрелитейная группа компаний, которая достаточно мощный такой регион. Поэтому был подписан такой договор при участии как раз бизнесменов, спонсоров. И от нашего клуба подписал как раз Николай Иванович. То есть на финансирование клуба это не скажется, я правильно поняла? Я не могу этого сказать. То есть за него не можем сказать? Я не могу этого сказать, я думаю и надеюсь, что будет понимание этого вопроса, по крайней мере. Но раз о власти заговорили... Я хотел бы добавить, ведь каждый спорт важен, наверное. Есть виды спорта, которые требуют большего внимания, есть виды спорта, которые, может быть, меньше внимания. У нас есть достаточно развитый вид спорта, такой как штанга. У нас есть традиционный вид спорта, как лыжи, плавание. А под вниманием вы понимаете финансирование? Я понимаю так, что детский спорт должен развиваться на всех... То есть все виды спорта, которые приемлемы для Архангельской области, они должны развиваться. В равных условиях? Может быть, в равных. Есть ведь спорт, который может привлечь много детей. Массовость, да? Массовость, да. Вот флорбол, замечательный вид спорта, я считаю, который может прививаться в детских садиках. Но сегодня он как-то уходит постепенно из детских садов. Может быть, уходит, но ведь, наверное, и должны двигать люди, которые занимаются этим, профессионалы, которые занимаются этим. Наверное, от них многое зависит доказать и показать, и привлечь. Так что здесь... Ну, опять же, тут можно спорта, потому что когда это сверху говорят, давайте-ка развивать, это одна ситуация. Ну, конечно, у нас такие ситуации были и есть. По крайней мере, теннис у нас начал развивать Борис Николаевич Ельцин в стране. А вот сейчас посмотрите, теннис у нас на ведущих, теннисистский, по крайней мере. Наши девочки, да. Наши девочки лучшие в мире, можно сказать, правильно. Поэтому, конечно, смотря какой результат, если просто раи того, чтобы развивать какой-то вид спорта, самому приходить в какой-нибудь спортзал и там лично сидеть и заниматься, наверное, это уже другой вопрос. И его любить. Борис Иванович, давайте про депутатов наших поговорим, тем более, что сейчас выборы у нас начались уже, да, в декабре закончатся, надеюсь. То есть вот депутаты областного собрания утвердили сумму в 72 миллиона рублей на финансирование хоккейного клуба «Водник», да? У некоторых эта сумма вызывает гнев просто. Вот не могли бы вы назвать фамилии депутатов, через которых лоббировали принятие этого решения? Я, во-первых, хочу сказать, что сумма гораздо ниже, чем вы сказали, которая утверждена в предварительном первом чтении. Это сумма очень низкая, которая требуется для нашего вида спорта и для такой команды, как «Водник». Сумма, которая требуется для того, чтобы быть… Ведь есть, существует рынок, рынок хоккеиста. Остальное нетрудно все посчитать. То есть есть условия, то есть сборы, тренировки, питание, медицинское обслуживание, обмундирование, в конце концов, одежда, от которой вы должны ходить, можно же ведь одеть трико, как раньше спортсмены гордились, одев трико, они ходили в рестораны. А можно же одеть цивильные костюмы, показать, что это команда чемпионов, что это представитель Архангельской области и представители России. Наверное, жить можно по-разному к этому подойти. Поэтому здесь сумма гораздо должна быть выше. И то, что мы недофинансировались до сих пор, и то, что нам помогали спонсоры, в общем-то, и сейчас, конечно, эта сумма малая. То есть сейчас не 72 миллиона? Нет, нам дали гораздо меньше. Сколько? 63, по-моему. 63? Да, это существенная сумма. Так а вот через каких депутатов все-таки удалось? Лоббирование депутатов, через депутатов не было ни через кого. То есть такое одинодушное мнение? Нет, у нас были представители, то есть не представители, Владимир Алексеевич Ильин, он обязан заниматься, Владимир Яковлевич Копылов, он обязан заниматься бюджетом, то есть формированием, по крайней мере. Они встречались с администрацией области, и когда, значит, мы просили одну сумму, нам дали ее гораздо ниже, то есть мы не просили, мы реально показывали то, что должно быть, если мы хотим иметь команду. То есть приходится доказывать, что это не завершенное. Ну, конечно, это же элементарно просчитываемая сумма. Есть контракт у игроков, есть цена, которая на рынке существует, на рынке хоккея с мячом, есть расходы на содержание, на сборы, то, что я вам говорил. Можно ходить трико, можно ходить, приезжая куда-то в цивильном костюме, в красивом, начали показывать, что... А вот о покупке игроков, вот насколько все-таки практика привлечения западных легионеров, она себя оправдала? Кто сегодня на скамейке запасных сидит? Западные легионеры или же наши перспективные ребята? Ну, у нас, во-первых, как таковой скамейки запасных уже нет. То есть мы практически, вот если у нас сейчас осталось в команде 22 игрока, это три вратаря и 19 игроков, то мы уже сыграли порядка 30 игр официальных. При этом получаем травмы, при этом получаем накапливаем усталость. Поэтому все эти игроки уже для того, чтобы достигать таких результатов, которые вот есть на данный период, то эти все игроки нужны. То есть практически скамейки запасных нет. То, что привлечение легионеров, в общем-то, спорт стал уже профессиональный. Мы же почему-то не говорим, что в Реале нет ни одного испанца. То, что в ЦСКА играют практически одни негры, мы же ничего не говорим. Есть профессиональные... Ну, Реал далеко, негры далеко, а водник здесь. Ну, водник сравнивает с Реалом, и вся шведская пресса говорит о том, что это игра и Реал в лучшие времена. То есть игра сама, почерк игры. То есть практика оправдала себя? Вы будете продолжать покупать легионеров? Мы считаем, что мы профессиональный клуб, и мы должны, неважно, это легионер, это будет или не легионер, мы будем привлекать... Это хороший игрок или нехороший? Да, перспективный игрок или не перспективный. У нас есть перспективные местные игроки? Ну, конечно, у нас большинство местных игроков. То есть преемственность есть? Конечно, есть, у нас работает достаточно замечательная наша школа. Мы обрабатываем целый круг молодых игроков, которые проходят стажировку. Но нужно, чтобы они дошли до того уровня, который требуется для нас, для того, чтобы мы могли достигать определенных результатов. Но чтобы этот уровень, так сказать, появился, нужно их постоянно в игру пускать в дело. Они постоянно в игре, в тренировках, в игре мы их отдаем на стажировку. Сейчас мы посылаем в Швецию несколько игроков стажироваться. Молодых наших лет? Да, молодых. Сколько лет? 18, 19, 20 лет. То есть эти игроки, которые в ближайшее время должны быть в нашем составе. И вот когда они отшлифуются до уровня попадания в команду водник, а внутри водника идет снова шлифовка. Потому что даже прибытие к нам в клуб игрока, может быть, звездного, в том году Микки Каус, он был из Швеции, но он для нас практически оказался ненужным. Потому что он не подходит по почерку под нашу игру. Потому что он не соответствует тем требованиям, которые нам нужны. То есть он не смог перестроиться? Ну, конечно, он психологически не смог перестроиться, физически не смог. Поэтому пришлось расстаться? Да, ну и дальше в воднике очень важно, это дух водника, дух. Вот именно то патриотическое отношение тех игроков, которые пришли к нам из других клубов, наверное. И вот то слияние, как раз вот этот дух очень важен в команде. Поэтому мы этим вот гордимся. Мы стараемся это как-то беречь. Поэтому неважно, легионер это или не легионер. Ведь многие, тот же Миша Свешников, он играл в клубе Юздаль. Наверное, он кому-то был нужен. Но вот прийдя в водник, он раскрылся совершенно по-другому. Тот же Ринат Шамсутов, он же играл в Эстеросе. Значит, но в Эстеросе же с ним расстался. А вот отшлифовав его, даже в начале сезона, он еще был не тот, что нам как бы нужен. Вот, по крайней мере, мое мнение, значит, было с Янко. Но Янко довел его до того уровня, который нужен ему. То есть вот он как раз, Янко умеет это делать, шлифовать, доводить. И поэтому неважно, еще раз повторяю, швед, не швед, финн, не финн. Главное, чтобы он сыграл, хоть негр, хоть кто. Позиция понятна. Скажите мне, пожалуйста, а спортсмены, они вне политики, по-вашему, должны быть? Ну, как артисты, они так декларируют. Ну, знаете, бог, что такое вне политики. Это, наверное... Ну, вот я скажу, что я имею в виду. То есть вот не так давно было подписано соглашение о сотрудничестве между вашим клубом и партией «Единая Россия». Ну, здесь надо разделять, наверное, клуб и спортсмена в отдельности. У каждого свое сознание, свой опыт, свой подход и свое видение. Поэтому мне сложно говорить, что будет в дальнейшем, может ли пойти в политику какой-нибудь игрок и какое его мнение. А то, что подписание клуба «Водник» с «Единой Россией», ну, здесь тогда нужно немножко раньше подойти к этому вопросу. Во-первых, второй год «Водник» рассылает предложение всем политическим партиям, которые находятся в Архангельске, о сотрудничестве. В плане оказания какой-то социальной помощи «Водник» занимается в основном детьми. Детьми, у которых нет родителей, у которых малоимущие, значит, у кого родители. И поэтому второй год, значит, мы занимаемся. Единственное, от кого мы получили предложение второй год подряд, только от «Единой России». То есть откликнулась «Единая Россия». И дальше в том году как раз совпал приезд Грызлова, как раз совпал с событиями, что «Водник» сумел выиграть опять Кубок мира. Как раз и практически внимание было обращено со стороны центрального аппарата. Грызлов об этом заявил, о том, что «Водник» — это та команда, которой надо гордиться, та команда, которой надо прислоняться. Так мы прислоняемся к сильному. В общем-то, мы доказали, что мы достаточно сильная команда в своем виде спорта. И поэтому предложение... То есть они оказали нам реальную помощь, оказывали. По крайней мере, когда мы говорили об интрии, как второй этап Кубка, хотя у нас должна была быть игра на чемпионат Европы, тяжелейшая игра с перелетами. Но нас хотели забрать там Нижний Новгород. Хотя, в общем-то, Нижний Новгород ничем себя не проявил. И поэтому, конечно, там было оказано влияние Грызловым для того, чтобы эти игры прошли в Архангельске. То есть большой спорт и большая политика, это уже, так сказать... Ну и дальше ведь нам нужна помощь и поддержка. Нам нужен сильный... Тыл финансовый. Сильный финансовый тыл, да. Для того, чтобы мы могли прогрессировать водник. Я думаю, хоккей с мячом сейчас быстрыми темпами начнет прогрессировать и в скандинавских странах, и в других странах мира. Как раз у водника есть достаточно мощная платформа на данный период, но нужны тылы, нужна поддержка. Платформа вы имеете в виду база? То есть то, что мы создали именно в воднике, вот это состояние самого водника, отношений, подхода, ребят, тренерских кадров. То есть наработан тот опыт, когда готовится даже к каждому турниру в отдельности. Если раньше мы не имели, мы это нарабатывали, то у нас наработан. То есть у нас это все как бы есть в воднике. А вот идея сделать хоккей с мячом олимпийским видом спорта давно ведь витает уже в воздухе? Он уже сделан олимпийским, уже в Афинах на олимпийских играх было принято решение о полном вхождении хоккея с мячом в олимпийскую хартию. Поэтому все сертификаты по хоккею с мячом разосланы во все олимпийские национальные федерации. Да? И что, на следующей олимпиаде мы уже будем болеть? Нет, нет. Олимпийский комитет это очень консервативная организация. То есть там еще надо не один раз показать? Там тоже нужно хорошее лоббирование, хорошее мощное лобби. Может быть в лице даже президентов некоторых государств. Поэтому олимпийские игры сверстаны практически, в Италии они сверстаны, в Канаде они уже сверстаны. То есть на 8 лет вперед уже все? Да, они уже все сверстаны. Вот сейчас нужно как раз лоббирование этих интересов, хотя бы чтобы в Канаде хоккей с мячом был уже показан. А лоббирование федерации? Ну это недостаточно. Недостаточно? Это недостаточно. Национальные федерации... Олимпийский комитет, что у нас там еще есть? Олимпийский, но это недостаточно. То есть на уровень президента получается? Ну на уровень очень влиятельных фигур, коими могли бы оказаться или Абрамович, или еще кто-то там. Может быть тех же скандинавских стран президент. Если бы, конечно, проходили игры скандинавских стран, я думаю, что вопрос бы решился бы быстро. Но в Канаде у них свой вид спорта, поэтому... А вот говорят, еще Арабские Эмираты собираются развивать хоккей с мячом, причем с вашей помощью. Это правда? Ну, это у нас такая идея была, она обсуждалась, обсуждалась, и это предложение, в общем-то, вынес ее на Международную Федерацию. И здесь, внутри России, обговаривала с некоторыми предпринимателями, те, кто занимается в нефтяном бизнесе, для того, чтобы получить содействие в знакомстве с каким-нибудь одним из нефтяных магнатов. Это арабы достаточно тщеславные люди, и, в общем-то, они, наверное, кроме конного пола, наверное, любят, и могут и полюбить и хоккей с мячом. Достаточно для них экзотический вид спорта. Давайте более, пустыня большая, залить можно. А вот сейчас принято решение такой Международной Федерации, что нужно создавать, и создан уже этот комитет, который я возглавляю, для того, чтобы привлекать как раз людей влиятельных, значимых, для того, чтобы мы смогли развивать. Без этого нам практически нет. То есть у нас как определилось деньги для того, чтобы развивать Международную Федерацию так же, для того, чтобы мы могли привлекать другие страны, это финансы, люди и реклама. Да, финансы, влиятельные люди. Да, влиятельные люди и реклама, наверное. Вот это, в принципе, наверное, и как весь бизнес должен двигаться. Борис Иванович, ну вот вы, так сказать, великий менеджер у нас, не менее великий, наверное, политик. Я думаю, что политикой должны заниматься политики, или те люди, которые имеют опыт, или прошли какой-то бизнес хороший, профессионалы, думаю, должны заниматься. А какими качествами должен обладать политик, по-вашему? Ну, наверное, политик должен быть достаточен. Самый достаточен? В том плане, что у него должен, он должен уже исходить, отходить, наверное, не то, что мне нужно. Я иду в политику для того, чтобы где-то что-то щипнуть. Да, урвать. Может быть, там в областной доме, или в городской, или там на посту мэра, может быть, что-нибудь возьму, схвачу и еще что-то. И оправдаю свои немеренные расходы, которые сейчас многие политики делают для того, чтобы стать, я говорю, вплоть до Дума управа. Поэтому моя, может быть, такая ирония в этом плане. Поэтому он должен быть достаточен. Он понимал, отходил бы от нужд людей. Но масштаб мышления может быть немножко другой. Масштаб мышления, конечно, должен быть. И ответственность. Ответственность – это в первую очередь, чтобы он не был зависливым. Это главное. Наверное, здесь много можно перечислять. Ну, вот эти три основные, наверное. Да, да, наверное, это три основных таких… Скажите мне, пожалуйста, а вот архангельская команда «Водник», да, она же архангельская команда, мы говорим, да? Соответственно, город Архангельский, взаимоотношения с городскими властями тоже важны для вас. Как находится понимание с мэром? Для нас важны взаимоотношения со всеми. Практически мы бы хотели, в идеале мы бы хотели иметь взаимоотношения со всеми бизнесменами. Неважно, на каком уровне они находились, потому что «Воднику» требуется поддержка. Мы хотели бы взаимопонимание со всеми журналистами, но это тоже ведь невозможно, правильно? У каждого журналиста свое мнение, у каждого бизнесмена свое мнение, у журналистов даже, как и у остальных, наверное, психи свои бывают. Они себя такими великими порой считают, что без них «Водник» не может выдержать. Есть и такие, в общем-то, журналисты. Мы также хотели бы, чтобы у нас было взаимопонимание с болельщиками. То есть мы хотели быть социально полезными в этом городе. И чтобы «Водник» не существовал сам по себе. То есть существуют, да, горожане и существует «Водник». Да. Вот это пробовать немножечко. Ее не было, чтобы, в принципе, наверное, больше… Это реально, как вы считаете? Ну, реально, в общем-то, мы, я еще раз повторяю, мы менеджеры, нам делают заказ, который нам нужен. Мы должны быть чемпионом, мы все делаем. Я думаю, достаточно профессионально и грамотно делаем для того, чтобы «Водник» был чемпионом. Если этого заказа не будет, то мы и не будем делать. Только нас там не будет в этой команде. Я думаю, мы востребованы будем и в других командах. Поэтому мы стараемся приносить пользу нашему городу, нашему болельщику. И вот мы хотели бы быть социально полезными в нашем городе. Поэтому мы стараемся как-то помогать детям. Мы первые начали помощь детям. Да мне уже я вот самодостаточный. Мне ничего не надо, по большому счету. То есть я, в общем-то, могу идти в бизнес и довольно успешно в нем работать. Но я, по крайней мере, начинал вот с «Водника». Много сделал для него. Мне это очень интересно. Я хотел бы приносить пользу вот здесь. И поэтому мне важно, как будут относиться к этому делу руководители. Если это нужно руководителю, пожалуйста, я буду делать. Но если это не нужно, я не хочу ходить и просить. Мы должны сотрудничать. То есть мы, я имею в виду не хоккейную команду, а всех, наверное, тех, кто причастен для того, чтобы народ жил хорошо. Кто несет какие-то социальные проблемы. То есть мы должны от этого отталкиваться. Руководитель должен приходить и говорить к нам. Ведь нет проблем. Вот сейчас вот там многие говорят, доводник, доводник не нужен. У игроков нет ни одной проблемы. Этих игроков разберут во всем мире. Они еще получат дополнительные подъемные, дополнительные… То есть не пропадут. Они-то не пропадут, да. Борис Иванович, вы богатый человек? Ну, достаточно. Как бы вам не богатый. Что такое богатый? Я не могу себе позволить там дорогих яхт, наверное, самолетов личных. Но, по крайней мере, прокормить свою семью за счет своего труда, за счет своего умения, это я могу сделать. Вы человек завистливый? Нет, вот это вот качество, которого у меня нет. Я, наверное, одно из моих таких качеств, я умею, наверное, прощать людей. То есть как прощать? Наверное, никак не относиться к тем людям, которые делали мне пакости. То есть они мне просто неинтересны. Знаете, я всю жизнь борьбе в какой-то, значит, все время кто-то чего-то говорит. Если на все обращать внимание, уже давно не жить. А вот, кстати, говорят-то еще что? Что вы делаете буквально все, чтобы такая команда «Северодвинская-Север» прекратила свое существование. Это правда? Это, наверное, глупость. Это мы как раз делаем все. И делали, и встречался. Наверное, чтобы такая команда, как «Север», жила. Потому что я в этой команде играл. Это, в общем-то, один из тех городов, где я начинал первые шаги. И, наверное, вот последнее даже опять раз выступление команды «Север» без помощи «Водника» не могло бы быть. Я разговаривал с руководителем предприятий, с мэром Александром Николайовичем Беляевым. Кстати, вот он как раз поддерживает. Он понимает и поддерживает. Я думаю, здесь больше, наверное, нужно местным бизнесменам на это обратить внимание. «Водник» как раз готов. И до последнего момента ни одного игрока никуда не отправлял. И все бы мы хотели. Потому что это поддержка развития нашего областного хоккея. Я думаю, в преддверии как раз, не в преддверии, уже олимпийское будущее достаточно нас видит, что хоккей с мячом будет очень популярен в мире. Он сейчас по посещаемости второй вид спорта в России. То есть он близок к футболу. Особенно города Сибири. Я только лишь за «Север» и за тех людей, кто поддерживает. И хотел бы, если ей будет такая возможность, как раз обратиться к тем, кто сможет помочь. Как раз помогите как раз этой команде. Там очень много болельщиков. Город с таким населением, 300-1000 жителей, не имеет права, чтобы не было команды выше лиги. Чем же тогда еще там болельщику заниматься? Поэтому я только лишь за это, чтобы команде была оказана поддержка. Пусть, может быть, год будет перерыва, потому что уже чемпионат начался. Но на будущий год нужно обратить особое внимание как раз команде «Север» и поддержать. И в этом я, наверное, обращение ко всем тем, кто мог бы как раз помочь в этом деле. Вот вы про болельщиков заговорили, но вот на последние матчи, как вам показалось, по-моему, не очень много болельщиков стало ходить. И здесь чем? На последний матч, по-моему, билет стоил 100 рублей, если не ошибаюсь? Билет стоил 100 рублей, это связано, а мы сейчас несем такие финансовые нагрузки, что мы не можем выдержать, потому что перелеты, у нас много игр было сейчас и за рубежом, то есть мы не выдержим. Поэтому билет был 100 рублей для того, чтобы хоть как-то финансово поддержать команду. И вот в связи с этим связано, что 100 рублей был билет, да? Дальше… Он вам в таких параметрах и останется, или будете снижать, или наоборот повышать? Ну, конечно, будем чемпионат России, он будет снижен. Но, в принципе, несколько лет, два года назад, игры вообще были бесплатные. Болельщики поэтому и привыкли. Но ведь тоже надо понимать, что мы тоже несем какие-то определенные расходы. Мы и так не увеличиваем цену билетов по сравнению с другими городами. Мы не говорим о Швеции, что там билет до 400 крон доходит, что это порядка 40 евро. Вы, наверное, понимаете, у болельщиков-то как мировоззрение. Они вот считают, что 72 миллиона выделили бюджетных средств на развитие водника. Да, они думают, ну вот я же налогоплательщик, я же плачу, почему я еще должен 100 рублей выкладывать. Да? Как достучаться до болельщика-то? Ну, во-первых, 72, еще раз повторяю, не будет. Да, я понимаю, 64. Мы еще об этих-то не знаем, будут ли они у нас. То есть вопрос подвешен. Вопрос подвешен. Хорошо. Скажите мне, Борис Иванович, у вас есть мечта, которая связана с работой? Я не знаю, вот я работаю и просто и работаю. Но дожить до Олимпийских игр-то хочется. Я работаю над этим. Я встречаюсь, я разговариваю. Вот буквально сегодня я связывался с Канадой, с одним из наших представителей, для того, чтобы повлиять на Олимпийский комитет Канады. Я работаю, я этим занимаюсь. Результат придет, я думаю, если мы все будем. То есть те, кто причастен к нашему виду спорта, будут заниматься. Я думаю, результат придет. Поэтому это мечта, не мечта, это моя работа, это моя жизнь. А у меня вся жизнь, наверное, такая. Я даже не знаю, может быть, на самом деле все. Может, в детстве там в каком-то мечтал, вот играть, может, в хоккей. Да, потом каким-то другим видом занят. То есть все мечты были осуществлены, получается, вычислены человеком? Наверное, нет. Наверное, нет. Но так есть какая-нибудь? Мечта, наверное, чтобы наш хоккей развивался. Но мечта ли это работа? То есть как-то у кого мечты, которые я бы хотел, нет у меня ее на данный момент, чтобы была Олимпийская игра, я работаю над этим. То есть мы хотели жить хорошо, мы старались работать. Если там было, я еще раз повторяю, накопить там где-то 100 тысяч рублей, когда-то там 20, может, 30 лет назад, и вот жить там спокойно. Но тоже это не мечта, как и первый там золотое кольцо купить или какую-нибудь там цепочку. Сейчас уже все есть, да? О чем мечтать? Да не, дело ведь не в этом. То есть ценности меняются, подход к ценностям меняется. И это, наверное, не самое главное, чтобы иметь там золотую цепочку или еще что-то. Это, наверное, отношения, подход, люди, семья. Наверное, семья в первую очередь все-таки. И я отталкиваюсь, наверное, от семьи и от тех людей, которые близы к мне по духу. Вот. Это, наверное, уже какая-то осуществимая мечта. Чтобы у тебя были соратники, чтобы у тебя была нормальная, хорошая семья, чтобы она могла тебя поддерживать, решать свои какие-то вопросы. А ваш сын проявляет интерес к хоккею с мячом? Ванька мой бегает. Он уже вот сейчас буквально вот в это время его тут обувают, одевают, ставят на коньки. Скоро увидим в основном составе водника? Да не это главное, на самом деле. Каждый свой путь. Ведь у многих спортсменов не идут они по пути, наверное, родителей. Потому что видя и проблемы. Хотя мы не говорим о том, что буквально 2-3 года назад водник не получал зарплаты вовремя. Мы не говорим, что водник существовал практически в кредит. Хотя и сейчас есть, что у нас некоторые уже на будущий год уже долги перенесены. Ну, сложился такой вот имидж, что благополучная команда, благополучный скринник, благополучный Ярко. Скринник благополучный. Я для себя все сам сделал. Мне никто не помогал. Я не имею квартиры, ни от администрации области, никогда играл в воднике. Ни от кого, значит, ни телефонов мне. Ничего не дарили. Пришлось все самому. Я, да, зарабатывал себе сам. Я считаю себя благополучным. Вот на этой мере, я говорю, вот на этой ноте давайте и закончим. И все-таки вы слукавили. Политик-то из вас, дай бог, какой ведь. Все прямые вопросы обошли таки. Спасибо большое. Задубаюсь вам. А времени нет, извините. Спасибо. Директор общественного фонда «Водник» Борис Скринник сегодня был в гостях у программы «13 этаж». Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин